Всем привет! И сегодня из такого прекрасного места я решила затронуть такую сложную тему, как измены. Почему люди изменяют? Почему заводят партнеров на стороне любовниц и любовников? Хотелось бы, наверное, сразу предположить, ну просто прошла любовь или да секс плохой. Но на самом деле просто плохой секс это недостаточная причина для того, чтобы начать изменять. Ведь если плохой секс, ну очень сильная любовь, ты не будешь бежать изменять своим партнерам или партнершам. И будете все равно наслаждаться друг другу на других уровнях или учиться хорошему сексу вместе. Не обязательно дождаться вот «прошла любовь» для того, чтобы изменять. Очень многие люди изменяют, оставаясь при этом в любви к своим партнерам. И поэтому сегодня я расскажу вам 10 причин измен, и многие из них будут для вас большим отключением и удивлением. С вами Анна Ясницкая, сексолог, психолог, love coach по отношениям. Мы уехали на две недели в такой фермерский район, где очень много виноделин в Калифорнии, на юге Калифорнии. Наш бассейн, пальмы, мини-гольф. И вон там у наших соседей ферма, у него коровы, там, где мы снимаем дом, у нас свой виноградник. Но сейчас зима, поэтому винограда нет. Но вот там, за солнечными панелями, у нас растут свои апельсины. Поэтому мы все равно получаем удовольствие. Ну что, поехали. 10 причин, измен, 10 причин, почему люди на самом деле заводят себе любовников и любовь. Да, ну бог у меня на твой день, давай сексом займемся. Вау, ты такой офигенный, такой класс. Личный рост человека может это исправить. Скучно, скукота. Для подтверждения своей сексуальности и охуенности. Никто от этого не защищен. Ну, люблю, люблю, я же не ухожу никуда. И оно уже существует у вас в голове, как система. Причина номер один, это неудовлетворенные эмоциональные потребности. Не физиологические, не сексуальные. Как я вам говорила, все будет весьма неожиданно. Наши эмоциональные потребности в отношениях не менее важны, наши физические потребности. Более того, очень сложно, например, женщине заняться любовью с мужчиной, если он просто пришел, не спросил, как дела. Она не успела поделиться своими переживаниями. А он такой, снял штаны, говорит, да ладно, похуй меня, твой день. Давай сексом займемся. Нет, конечно, сначала уровень, коннект на уровне сердца. То же самое у мужчины, да, если, например, он чувствует, что женщина нарушает его личные границы. Финансово, возможно, тратите его деньги. Когда он просил ее, пожалуйста, дорогая, будьте аккуратны сейчас и на сложный период, да, подшучивают над ним в компании друзей, типа, все эти шутки сто раз слышали, дорогой, не надоедай моим друзьям. Когда не удовлетворены эмоциональные потребности в паре, партнер или партнерша, могут пойти на измену. Вторая причина — это скука в отношениях и ощущение, что вот ты застрял. Просто вот как будто в омуте, в таком болоте, все вот как будто ничего никуда не движется, ничего не меняется, ты не знаешь вообще, что будет дальше, есть ли выход из этой ситуации, все обыденно, одинаково, достал, надоел, будет скучно, скукота. Третья причина — измены, это просто поиск в жизни новизны, возбуждение эмоционального вот этого, каких-то захватывающих эмоций, переживаний, чего-то новенькое. Далее, три, четвертое. И вот четвертое, кстати, вообще не имеет ничего общего ни с любовью, ни с сексом. И любовь может быть, и секс может быть хорош в отношениях, но если у человека заниженная самооценка, ему нужен постоянный такой похлопывательный стороны толчок, что ты молодец, например, женщина — низкая самооценка, и она ее настолько мучает, а муж уже такой, ну я же тебя люблю, ну что, я каждый день тебе говорить с тобой буду? Ну люблю, люблю, я же не ухожу никуда. А ей нужно, чтобы кто-то за ней ухаживал, дарил цветы, дарил подарки, и говорил, вау, ты такая сексуальная, я безумно тебя хочу. И она может искать себе любовника только для того, чтобы получить воздыхателя, для подтверждения своей сексуальности и охуенности. То же самое у мужчины. Жена любит и любит, и там уже нет такого, господи, ты мой бог, ты мой бог. Она перестала-то ему говорить, потому что у вас уже, алло, Миш, купи туалетную бумагу, гречка закончилась, все, ладно, тут мне пора подгузники менять, пока. И этот Миша находит себе любовницу, которая будет говорить, вау, ты такой офигенный, ты такой классный. И вот эта вот заниженная самооценка у человека, достаточно просто сходить к психологу, сделать работу над собой, и тогда он не будет искать постоянное подтверждение со стороны, подтверждение своей офигенности. Далее переходим к шестому пункту. Недовлетворенность на уровне интимности в отношениях, на интимность эмоциональная и интимность физическая, физиологическая. Недостаток в отношениях этого интимного, эмоционального, безопасного пространства, где ты можешь обо всем поделиться, обо всем поговорить честно, все, что на душе высказать, выложить, да. И при этом это идет как основа для физической интимности, где ты не боишься раскрыться, да, то есть неудовлетворенность физической интимности в отношениях и эмоциональной интимности. Это на шестом месте. Здесь у нас и секс, и прелюдия, скажем так, да, все, что с этим связано. Седьмой пункт, опять-таки, не имеет ничего общего ни с любовью, ни с качеством секса. Это просто, опять-таки, личный рост человека может это исправить. А именно на седьмом пункте у нас причина измен кроется в том, что у человека нет грамотных навыков справляться со стрессовыми ситуациями и негативными переживаниями, негативными сильными эмоциями. Он не знает, как с ними справиться грамотно, как здорово прожить стресс, пройти стрессовую ситуацию. Чего-то кликает в мозгу, и он просто выбирает путь легкого подъема энергии, легкого быстрого переключения внимания, забыть обо всех бедах и проблемах тем, что просто пойти потрахаться с кем-то на стороне, кто не напоминает ему про стресс, например, да. То есть измена как избегание негативных эмоций и стрессовых ситуаций, потому что человек не умеет правильно, грамотно с ними справляться. Казалось бы, ну глупость какая-то, реально можно просто сходить к психологу, опять-таки тоже эти вещи в себе проработать, научиться грамотно справляться со стрессом, грамотно справляться с негативными эмоциями, и не будет вот этого вот вдруг интенсивного рефлекса идти на измену, потому что ты сбегаешь от каких-то сложностей, с которыми ты просто нужно научиться справляться. Восьмой пункт похож на предыдущий, здесь он более, как я бы сказала, более конкретный, более широкий одновременно, перейду сразу к нему. Измена как механизм, инструмент справляться с непроработанными личностными проблемами и проблемами в отношениях. То есть у тебя может что-то внутри, сам собой, о себе быть проблемой, неуверенность, какие-то переживания, какие-то, в общем, то, что ты в себе ещё не проработал, да, или есть трудности в отношениях, нерешённые сложности, и измена используется как механизм с этим справиться и от этого убежать. Девятое. Недостаток чёткой, честной, чистой, прямолинейной, понятной, грамотной коммуникации на уровне эмоциональной и просто о себе, о чувствах, о желаниях. То есть когда невозможно найти способ донести партнёру свои переживания или желания и быть услышанным и неосуждённым, и точно так же ты не слышишь партнёра. Вот это тоже приводит к изменам по итогу. И последнее, десятое. Здесь никто от этого не защищён. И здесь, опять-таки, это легко проработать с психологом, но не прорабатывая это с психологом, она может тебя по жизни преследовать. Десятый пункт. Причина измен, причина поиска любовников, любовниц это присутствие измен в вашем обществе, в самом ближайшем. Это семья, в которой вы родились. Папочки, дедушки изменяли друг друга, вы об этом знали. Мама с папой изменяли друг друга, вы об этом знали. Или кто-то из них, да? Или там был развод и переженились, например. То есть чаще именно измена. Или вам изменяли в прошлых отношениях, или вы изменяли в прошлых отношениях. Или ваша сестра, брат, лучшая подруга, друзья изменяли своим партнёром, и вы об этом узнали, и оно уже существует у вас в голове, как система. То есть это уже возможность. Это возможность в вашей реальности, это возможно. Это уже происходило в вашей реальности, с кем-то ещё. Значит, это имеет место в жизни быть. Значит, это может быть и со мной. Значит, я могу это сделать. Эта мысль уже появляется. И если не проработать это, не быть в этом осознанным, то оно может повлечь за собой действия и с вашей стороны в том числе. Ну, и со стороны того человека, у кого в окружении это происходило. Напишите, пожалуйста, внизу, как вам эти 10 пунктов. Поставьте пальцы вверх этого видео. И вечно забывают моменты. Они очень важны. Ваши лайки. Потому что я их очень люблю. Мне это очень кайфово. Мне от этого не хочется вам изменять и записывать видео для кого-то другого. Шутка, да? Это минутка юмора с Анной Ясницкой. Я, как всегда, говорю, что если не сложится карьера психолога, пойду работать стендапером. Ну, лучше бы их сексолог, психолог у меня сложился, потому что стендапер из меня не самый крутой. Поэтому давайте мне пальцы вверх, пожалуйста, под это видео. И напишите в комментариях, насколько вы ожидали эти пункты. И какие пункты для вас были неожиданными. И если у вас есть мысли какие-то от себя, что вы считаете самой частой причиной измены? Напишите мне об этом в комментариях. Мы пообщаемся с вами на эту тему. А пока все. До новых встреч в следующем видео. Кто не был подписан на мой канал, подпишитесь прямо сейчас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok